Всех приветствую на своем канале. Был у меня запрос на содержание моей сумочки. Я вот тут последние несколько дней записываю видео по списку. У меня тут аж три страницы накопилось. Не уверена, что будет именно СМР видео, но я постараюсь гореть довольно тихо. Ну, тоже волосы тут чешусь чуть-чуть. Вот моя сумочка. Что же у меня у меня? Ну, вот видите, я думаю, тут зеленая крышечка. Это у меня бутылочка. Ну, бутылочка у меня с собой всегда с водой минеральной. Единственное, что периодически она меняется. Либо бутылочка в каком-то плане деформируется, и я покупаю новую водичку. Либо просто я ее вынимаю, а потом забываю положить. Ну, так или иначе, я покупаю периодически водичку и таскаю ее с собой. На данный момент у меня соси-те минералия оригинал. Обычная водичка, которая продается в пятерке. Где-то по 13 или 15 рублей, я уже не помню. Но сейчас тут уже не газированная, а просто обычная фильтрованная вода. Мне эта вода не очень нравится, потому что бутылочка, точнее, не то, чтобы вода не нравится, сама бутылочка, она довольно быстро теряет форму, он с тобой, смотрите, она может мягаться. В принципе, она мнется и издает, ну, мне кажется, приятные звуки. Но мне больше нравится, когда бутылочка сохраняет форму. Она же все-таки бутылочка с водой, а не воздушный шарик. Вот, у меня тут бутылочка. Дальше, что же у моей сумочки? У меня здесь мой красный из артрисской кожи кошелечек с кучей отделений. И название мастера на золотой такой бляшечке со стразиком. Ну, уже два года. Еще с собой ношу влажные салфетки. Чаще всего они постоянные густи мои сумки. Каждый раз разные. В этот раз у меня есть атака филиала Шана. Кажется, каждый день. Хорошие салфетки. Единственное, что в жару они, мне кажется, очень сильно пахнут. Ароматизированные чем-то. 20 штук и где-то всего лишь 14 рублей. На мой взгляд, пакетик довольно большой. Можно было бы сделать такой, потому что салфетки сами по себе занимают лишь 2 трети пакетика. В сумочке у меня есть карманчик на змеечке и в нем есть пилочка. Можно ей подберить ноготочек. Там же у меня есть ручечка 70 лет победы. Прошлого года мне ее подарила как раз на день победы мамина подруга. Она до сих пор еще пишет, потому что я ее использую, только исключительно в дороге. Когда я беру эту сумочку, допустим, на почте заполнить бланк посылки или при получении. У моей соседки глухой, скорее всего, на оба уха, за двойной стеной, говорит радио. Вообще сегодня она у нее говорит практически круглый день, целый день. И я не знаю, слышно его тут в камеру или нет. Еще у меня здесь находится, раньше в сумочке таскала всякие таблетки от головной и зубной боли. Сейчас у меня здесь находится наклейка у я собачьего еще дерева. Это вариация бальзама Кима. Я его брала, кажется, уже на Алиэкспресс. Он такой, ну это, специфический такой запах между мятой и камфорой. Тут всего лишь 3 мл, но его надолго хватает, там буквально несколько капелюшечек. И от мигрени он спасает, и от боли там где-нибудь в спине, или еще где-нибудь. Такой вот малюсенький. Еще у меня здесь есть гребешок из вишневого дерева. Буквально за 30 с чем-то рублей я его заказываю. Года, может, два назад на Алиэкспресс. Вот такой маленький гребешок. Можно расчесать его. Мне вообще нравятся деревянные расчесочки маленькие. Вот и все, что у меня есть в этом кармашке. Я думаю, можно уже убрать в этот кармашек все, что в нем было. Ручечка. Средство против боли. Гребешок из вишневого дерева. И пилочка. Закрыть молнию. Еще там есть одно большое отделение и два маленьких. Они рассчитаны, наверное, под телефоны. Но в одном я храню ключи. Это у меня от другой сумочки было. Там крепилось прямо внутри сумочки на кнопочку, как бы брелочек. Ключ от сада. Два ключа от квартиры. Еще ключ домофонный. Еще пара ключей. Тоже с квартирой славной. Вот у меня тут есть такой брелочек. Фиг. Мне когда-то его папашка привез, кажется, с севера. И я в школе ходила с ним, как с кулончиком. В восьмом классе особенно. И цепочка, когда-то она была браслетом на руку, тут Гансон Роуз. А сейчас она просто, вот, иногда я их достаю, эти ключи, когда я иду до дома, то не слышу их вот так. Мне так приятно, мне кажется, подзвякивают в одном кармашке. В другом кармашке у меня находится вот это вот зеркальце. Но уже обтесалось, а ему, наверное, больше десяти лет. Но сменила несколько сумочек. Но оно мне очень нравится. Оно было покрыто серебряной краской. Она почти вся слезла. Тут даже есть трещинка, но оно все еще живое. Я не знаю, как вам показать это в камеру. Там потому что у меня страничка открыта с гуглем и прочим. Ну, в общем, зеркало, кстати, оно сейчас дало мне солнечного зайчика двойного. Там же у меня еще есть звездочка карандашика. Он уже насморка. До сих пор еще живая. Вполне себе освежает носик. Может, если есть насморк, то он может подышать. Обязательно у меня всегда с собой бальзам для губ. Он уже почти два года у меня. Тейфрашевский вишневый. Который все никак не закончится. Его осталось вроде как уже совсем чуть-чуть. Он отдает клюквой по вкусу. Ой. И по запаху чем-то таким между вишней и клюквой. Но вот он все никак не закончится. И он мягкий при нанесении. Он мне очень нравится. Кстати, не поверите, наклеечку из того средства против боли я присобачила вот сюда. Я забыла, что это сделала в деревне. Вот у меня еще такая штучка. Кажется, я говорила почти громко. Извиняюсь. Надо, наверное, шептать было совсем. Она уже вот такая грязненькая. Потому что я ей протираю очки. Она пришла мне в подарок. Было две таких штучки. Но я подарила Маше. Очень хорошая штучка. Она хорошо справляется с чисткой очков. И еще у меня там есть вот такие кусачки. И вот тут есть такая маленькая пилочка, которую я обнаружила буквально год и два назад. Хотя кусачкам я их покупала, когда училась еще в кульке. Наверное, на третьем курсе. Я даже помню, что я готовилась к экзаменам. И чтобы на разнообразие как-то немножко проветриться. Вышла из общаги. Общага была на автозаводской на пятерке в Ярославле. И я пошла до рынка. И там в каком-то магазине купила себе кусачки. Потому что мои тогда сломались. Тут была какая-то еще картиночка. Она оторвалась. Тут вон сердечко. Ну и я их ношу с собой. Если обломился ноготок или еще что-то такое. Это было все в этом кармашке. Я сейчас это все уберу. А в самой сумочке у меня есть вот такие платочки. Сейчас это такие платочки. Кстати, очень мягкие и хорошие. Мне нравятся. Потому что тряпочные платочки у меня, благодаря родни, все куда-то растащились. Очень мягкие платочки. Вот этот чуть-чуть порвался. Смотрите, такой мягкий платочек. У меня остаются луки. Я попробую его скушить и убрать обратно. Сейчас будет, если вам не надо, не получится. Так же у меня есть стабильно крем для рук. На данный момент это Ифрашевский. Два в одном. Крем для красоты рук и ногтей. 75 миллилитров. Растительный ход для красоты рук. С арникой. С ароматом слегка ментовым. Таким вот, как если бы мёд был, якобы мёд, добавленный в какую-то вкусняшку. На самом деле мёд пахнет по-другому. Тут же у меня есть гарнитура моего телефона, который я, когда выхожу из дома, всегда ложу с собой в сумочку. Гарнитура на самом деле не очень удобная. На ней нет клавиш. Гарнитура от Билайновского телефона А100 была с клавишей. И очень удобная. Даже, кажется, с регулировкой звук. Вот у меня тут ещё маленький блокнотик. Ой, он уже весь разорвался. Здесь у меня всякие разные записи. Ещё есть чистые листы. Даже какой-то рисунок. Думаю, его надо заклеить скотчем. Я постараюсь закрыть тут информацию кое-какую. И покажу вам. Дата. Пожалуй, придётся достать этот япочек. Когда нам дата, когда нам выдали сайт Ленкой. Закончилось у меня время записи. Блокнотик я потом заклею скотчем. Он у меня пока полежит. Ещё у меня в сумочке обнаружилась вот такая вот книга красоты от Ифраше. И листочек уже слегка помятый. Тоже с предложением от Ифраше. И это всё, что было в моей сумочке. Я думаю, что можно это всё обратно туда выдрать. Ну что, вроде как, всё, что можно было, я показала. Ну, если я куда-нибудь еду, я, конечно, беру с собой паспорт, документы. Ну, это вот только я с меня доеду. Ну, это вот такая паспорт. И моё водичка. Если вы расселили до конца, и я, в общем, я буду рада. Наверное, спокойной вам ночи или приятного отдыха. У меня снова разряжается батарея. И до новых встреч. Пока.